7 августа, на второй день освобождения Курской Народной Республики украинскими воинами, был денацифицирован 22-летний Никита Добрынин из Печоры, республика Коми. Он стал одним из первых известных двухсотых в дни освобождения Курщины от прокремлевских оккупантов. Некролог был опубликован в городском паблике Печоры. Российский срочник Никита, он жизни не повидал, но уже успел с ней расстаться из-за кремлевского фюрера. Интересно, а этот российский срочник уже удостоен медали за оборону Курской области? А это депутат Госдуры Гурулев. Он передает привет российским мамашам и намекает, что срочников можно не ждать домой. Ну есть еще один нюанс. Мне вот не нравится, вы знаете, границу прикрывали срочниками, поэтому не очень получилось. Слушайте, ну это вообще глубочайшее заблуждение. Мы все войны, Афганистан, Чечню, в кем вели? Ну срочниками же. Я вам больше скажу, уже в этой войне срочники тоже в Курской области отразили нападение целой бригады. Это же уже было. Тогда внимание вопрос, почему так получилось? Где были командирные места? А как это дело происходило? Здесь надо просто сейчас, не то, что там кого-то ругать или в чем-то винить. Здесь надо провести детальный анализ, почему получилось. От самого низа до самого верху. После этого можно сделать выводы. Не говорят, давайте сейчас мы противника победим, потом разберемся. Нет. Надо все делать одновременно, потому что такая ситуация может случиться в любом другом месте. Правда? Ну я хотел сказать, что я полностью согласен с тем, что если, условно говоря, воевать на другой территории, мы как бы приняли решение, что этим будем заниматься контрактной армией, то защищать свою родину, защищать свою землю, это, в общем, абсолютно нормально. Люди идут в армию, дают присягу и, соответственно, их обучают для того, чтобы они могли защищать землю. Да, конечно. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. В общем, 48-летний житель Курского села Октябрьское за съемку последствий атаки ВСУ установлен, пойман и будет наказан по всей строгости российского закона за вот это свое, что он там сказал, жалко пацанов, за это он получит 20 лет строгого режима. За то, что ему жалко пацанов. Поэтому вы имеете в виду, если будете где-то писать жалко пацанов, за это можно и 20-очку получить. Потому что нет никаких пацанов, никто не умер, вам показалось. Что делать курянам? Что делать курянам? Ну, если глупые шутки, то учить украинские гимны, готовиться к референдуму. А если серьезно, бежать. Бежать. И бежать быстро. И немедленно. Открываете карту, проводите точку отсуджи. Вот от того, что все темно-красное и светло-желтое, проводите линию по карте до места, где вы. Если ты меньше 100 километров, немедленно уезжать. Немедленно бросать все и валить документы, взять с собой. Лекарства важные тоже. И бабушку лежачую заберите. А то больше не увидите ее никогда. Это все не шутки. Я не пытаюсь там панику нагнетать. Я потом скажу, а я же говорил. Я ненавижу говорить, а я же говорил. Потому что обычно, если я говорил, то это какая-то жопа. И если я говорю, а я же говорил, значит, она уже произошла. А я, значит, плохо говорил. Но Министерство обороны подтягивает туда грады и прочую тяжелую технику. И да, в этом даже РИА Новости рассказывают. Главное информагентство пропагандистской страны не стесняется рассказывать, что они Курскую область будут равнять с землей. Они по-другому не умеют. По-другому захватывать города российская армия не умеет. Кроме как уничтожать их в землю. Я не буду показывать, потому что мне самому это тяжело смотреть. И вас не буду мучить. Но захотите, очень легко найдете. Кто хочет примерно посмотреть, как выглядят города, которые захватила российская армия, можете загуглить в Ютьюбе Москва-Пхеньян. Там последние две минуты как раз я эти видео собрал. Заодно и песенку послушайте хорошую, чего все это стоит. Москва-Пхеньян прям в Ютьюбе ищите. Найдете и посмотрите, кто хочет. Я не буду это еще раз показывать. Посмотрите, как выглядят города, которые забирает российская армия. Поэтому, когда я говорю, что всех убьют, это так и будет. Всех, кто не успел выехать, зону оккупации уничтожит российская армия. Всех. Оттуда никто не выберется. Там не будет города. Суджи не будет существовать к моменту, когда она станет российской. Если только война не окончится в какой-то момент, до того, как российская армия возьмет Суджу, то ее просто не будет существовать как города. Будут развалины и руины. И трупы обгорелые. Все, там ничего больше не будет. Потому что они по-другому не умеют и не пытаются. И если вы думаете, что есть разница, потому что Бахмут это типа украинский, и там жили мирные люди с синими паспортами, а Суджа, она типа русская, и там живут люди с красными паспортами, да Путину по*** на цвет ваших паспортов. Срал он свой чемодан по поводу паспортов. Уничтожено будет все живое, что там находится. И все построено, все, что от земли торчит, хотя бы на три метра, будет разрушено и уничтожено. Потому что по-другому они не умеют. Поэтому если вы смотрите еще этот эфир, и вам там будут фабы, там будут грады, там тосочки потом допекут все, что не допеклось. Вы же знаете эти классные видео с тосочками? Это нехорошо смотрится, когда это не в тебя летит. Поэтому я совершенно не шучу. Совершенно не шучу. Если вы ближе ста километров ко всему этому дерьму, уезжайте немедленно. Друзьям, к бабушке, в деревню, куда угодно. Чем дальше вот этой всей херни находитесь, тем больше шансов у вас выжить. Потому что потом в моменте уже тяжело уезжать. Уже по машинам стрелять начинают. И наши стреляют, и украинцы стреляют. Ну потому что когда война идет, хер ты там просышь, кто в этой машине едет. Проще стрельнуть. Потому что своя жизнь дороже, и когда на тебя придет какая-то тачка, разбираться там беременная женщина сидит, или солдаты противника с автоматами сейчас выскочат. Бывает некогда. То есть осуждать можно, а жизнь она такая. Поэтому бегите. Если вы близко и реально посмотрите сейчас, бегите. Если у вас там есть какие-то родственники, перешлите, пусть посмотрят и бегут. Потому что никто реально не знает, ни сколько там сейчас украинских сил, ни сколько там сейчас российских сил, ни как линия противостояния будет двигаться, в какую сторону она будет двигаться. Вы если заметили, украинская страна вообще не комментирует происходящее в Курской области. То есть все, что происходит, это только часть плана. И что там будет происходить, совершенно вообще неизвестно. И даже если вам кажется, что до вас еще 50 километров, и точно сейчас эти пацанчики с этих колонн вылезут и вас спасут, может оказаться, что нет там этих колонн, и не вылезут, и не спасут. А может быть и спасут. А может быть и не спасут. А может быть так же сдадутся в плен, если хоть немножко ума у них нет. Потому что для срочника, оказавшегося на линии фронта, самый надежный способ выжить, это сдаться в плен. Он тут же покинет линию фронта. И более-менее, я смотрел, как выглядят наши военнопленные, которых Украина возвращает, нормально выглядят. С голоду не умирают, там руки-ноги на месте. То есть лучшая стратегия вообще срочника, если он оказался на линии боестолкновения, это плен. Лучшая. Немедленно сдался и будешь живой. Все. Потому что нахрен, пацаны, это не ваша война. Вот Путин сам, пусть там и сидит в окопе. И Мишустин туда же за ним идет. И Гурулева. Очень хочу Гурулева в окопе посмотреть. А война идет! Война! Война за Россию! Матушка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok